Здравствуйте, друзья! Меня зовут Никита Образцов, я очень рад вас приветствовать на своем канале. Пиджачок я сегодня надел не случайно, потому что это второе видео из моего такого критического цикла. В первом ролике я обозревал доказательства бытия Бога, и я обозревал, собственно говоря, видеоформат. Сейчас я хочу разобрать статью и раскритиковать ее. И почему пиджак? Потому что эта статья написана Гусевым Дмитрием Алексеевичем, доктором философских наук, профессором Московского государственного педагогического университета. И прежде чем начать критику, я хочу рассказать небольшую предысторию, с чем связан мой интерес именно вот к этой статье. Когда я готовил материалы к ролику о Пари Паскале, я наткнулся совершенно случайно на вот такой замечательный сайт под названием bogaслов.ru, научный богословский портал, и на вот эту статью «Что делать и на что надеяться?» или Пари Паскале в контексте решения основного вопроса философии. Ну, конечно, интересно, потому что это была ровно моя тема, Пари Паскале, я рассказывал подробно там о биографии Паскале, ролик можете найти по ссылочке в описании. Ну и, собственно говоря, я принялся читать эту статью. Я прочитал, и удивлению моему, мягко говоря, не было предела, потому что эта статья испечлена очень сомнительными моментами, очень спорными, с моей точки зрения, положениями. Я, в общем-то, прочитал, думаю, ну, bogaслов.ru, здесь понятно, да, что отстаивается богословская позиция. И думаю посмотреть, а кто такой Гусев Дмитрий Алексеевич, потому что, ну, наверняка там какой-нибудь, значит, преподаватель, преподаватель Московской Духовной Академии, или вот кто-то вроде этого. Оказалось, что вот это философ, доктор философских наук, и я вспомнил, что Гусев Дмитрий Алексеевич был спикером в лекционном таком вот пространстве, как Архе, и он читал там лекции вот по схожей тематике про основной вопрос философии, про формы религиозного там мировоззрения, про теизм, пантеизм, деизм и так далее. И, кроме того, он появлялся на канале Сайуан, что вообще, ну, очень серьезная там аудитория, и он там рассказывал про законы логики. Ну, и, честно говоря, меня это удивило, да, то есть, что человек, который, ну, все-таки является академическим ученым, пишет вот такое, да. Сейчас я поясню, собственно говоря, в чем суть моих претензий к этой статье. Итак, статья посвящена Пари Паскаля, но не просто Пари Паскаля в вакууме, а в контексте решения основного вопроса философии. Уже в таком вот синапсисе этой статьи содержится тезис основной, да, что Пари Паскаля, во-первых, рассматривается, нужно рассматривать в контексте полемики между материалистами и идеалистами, и Пари Паскаля намечает определенную методологию построения конструктивного и плодотворного диалога между верующими атеистами и апатеистами, диалога, востребованного, значит, в современной отечественной, социально-культурной и политической ситуации. И самое главное, необходимого для устойчивого развития современного российского общества. То есть без решения вопроса, что первично, материя или сознание, устойчивое развитие современного российского общества, я считаю, тоже невозможно, абсолютно, это просто исключено. Ну, то есть и в этой статье он дальше будет обосновывать этот тезис. Но ладно бы он просто обосновывал тезис о том, что Пари Паскаля является там каким-то путем к плодотворному диалогу. Он дальше де-факто будет Пари Паскаля обосновывать истинность Пари Паскаля и методологическую состоятельность Пари Паскаля. На мой взгляд, в 21 веке это довольно странный подход, потому что Пари Паскаля, как я уже рассказывал в своем ролике, это просто, ну, это просто-напросто логическая ошибка. И вдвойне странно, что вот товарищ, который это все рассказывает, абсолютно на голубом глазу, он вот рассказывал нам, помимо этого, про законы логики. Итак, ну вот, название статьи возможно удивить читателя, вне зависимости от его принадлежности к какому-либо мировоззренческому лагерю. Значит, в первой части статьи Гусев делает вид, что он настроен нейтрально, что он сначала дает одну позицию, потом вторую позицию, а потом во второй части он начинает критиковать уже непосредственно одну из позиций, рассказывая, что там, ну, скажем, материалисты спорят не с христианством, не с религией, а с карикатурой на религию. При этом сам, как мы выясним, да, автор статьи спорит именно с карикатурой на материализм. Итак, как это не удивительно, на первый взгляд, у сторонников теистической религии, приверженцев марксизма, значит, есть общее. Это общая постановка и попытка решения основного вопроса философии, который позитивисты и апатеисты объявляют или надуманным, или безнадежно устаревшим метафизического вопроса о природе первоначала, о соотношении материального и духовного как в мире, так и в человеческой жизни. То есть, о чем этот заход? О том, что есть основной вопрос философии, который состоит в том, как соотносится между собой духовное и материальное начало. То есть, условно говоря, материя первична или сознание первична. Этот вопрос был поставлен в одной из поздних работ Энгельса и был подхвачен советской традицией, и, собственно говоря, основной вопрос философии считался вот именно таковым, что материя или сознание. Причем сам факт, что этот вопрос основной, он нуждается как минимум в доказательствах, потому что, ну, например, Альбер Камю ставил другой вопрос в качестве основного, да, значит, стоит ли жить эту жизнь или стоит ее оборвать естественным, не естественным, а искусственным путем. То есть, сама постановка вопроса, что это основной вопрос, да, уже нуждается в определенных доказательствах. И именно поэтому, ну, действительно, многие современные философы, да, называют, объявляют, да, надуманным или безнадежно устаревшим. Потому что, как минимум, вот этот дуализм, да, о котором дальше пойдет речь, что есть две мировоззренческие установки, и нам нужно выбрать одну из них, он уже в современной философии не так сильно котируется, тем более, что есть там постмодернистские течения различные, да, и философия расширяет свое влияние за пределы онтологии, то есть науки о бытии, учения о бытии. Ну, соответственно, дальше нам пишут о том, что именно выбор ответа на этот вопрос намечает фундаментальную идейную границу между двумя мировоззренческими полюсами. То есть вот ровно тот советский дуализм, который очень активно как раз-таки проповедовался такой дисциплиной, как научный атеизм, да, двумя без привлечения системе жизненной навигации. Итак, что же это за две системы жизненной навигации? То есть Гусев говорит, что не просто есть материализм и идеализм в вакууме, а что есть две мировоззренческие позиции. Первая отождествляется с атеизмом и с материализмом, соответственно. Вторая отождествляется с теизмом, да, то есть с верой в, ну, скажем, в личностного Бога, как минимум. Итак, вот у нас первый раздел данной статьи. Устарел ли основной вопрос философии? Ну, вот первое, что мне бросилось здесь в глаза, ну, первое, что мне бросилось в глаза в принципе, это веру ибо абсурдно, потому что вот как раз-таки веру ибо абсурдно это карикатура на христианство. То есть вот там и Невзоров и прочие, значит, вот такие люди, они рассказывают, что веру ибо абсурдно это признак иррациональности христианства. Хотя на самом деле, да, во-первых, веру ибо абсурдно такой фразы у богослова Тертулиана не было в принципе. И во-вторых, это означает то, что именно потому, что христианские догматы, да, но догматов тогда еще не было, да, во времена Тертулиана как таковых, да, ну, скажем, христианские предметы веры, да, то есть, например, там, Троичность, скажем, да, Троица, или то, что Христос воскрес, да, и так далее, да, или то, что одновременно и свобода воли существует у человека, и одновременно Бог Всеведущий и Всезнающий и все остальное, да, то есть именно связано с тем, что, то есть именно потому, что христианское вероучение и христианская картина мира такая противоречивая, она, вероятнее всего, по мнению христиан, и может считаться истиной, потому что это говорит о том, что христианство не рукотворная религия, потому что, ну, человек придумает что-то логичное наверняка, какую-то стройную систему, а вот когда религия возникает объективно, да, и это связано с тем, что Бог, очевидно, существует, да, как раз-таки это и логично, то есть вот эта абсурдность, она здесь не в буквальном смысле должна пониматься, поэтому почему он здесь об этом пишет, это странно. Верую, чтобы понимать, понимая, чтобы верить, никакого противоречия с максимой веры, ибо абсурдность здесь нет. Ну вот, что мне тут нравится, да, это, значит, вот он пишет про основной вопрос философии, который по признанию Фридриха Энгельса является основной философией, вот это мне нравится, по признанию Фридриха Энгельса, по признанию и что? Ну, а по признанию Камю другой вопрос является основным, да, то есть вот это сама по себе странная терминология, но это понятно, что это придирка в чистом виде, да, но мы едем дальше. Обратим внимание на то, что если основной вопрос философии устарел, тогда следует признать также устаревшую дискуссию между верующими и атеистами, но поскольку такая дискуссия, что совершенно очевидно не устарела, не устарел и основной вопрос философии. Вот это мне очень нравится. А доказать нам не нужно промежуточную посылку в рассуждение, то есть вот здесь мы имеем дело с умозаключением, да, которое дальше он сам описывает как условно-категорическое умозаключение отрицающего модуса формализации, которого дает тождественно истинную формулу, то есть логический закон. То есть вот почему совершенно очевидно, что не устарела дискуссия между верующими и атеистами? Где доказательства? Потому что, например, да, на мой взгляд, дискуссия эта как раз-таки устарела, потому что говорить тут больше не о чем, нет предмета для дискуссии в принципе. И актуальность сейчас дискуссии либо внутри, ну, между богословами, да, по вопросам там о, ну, скажем, об истинности тех или иных догматов, да, по вопросам между отношений между христианскими конфессиями, да, между католицизмом, протестантизмом, православием, а вот между атеистами и верующими разговора нет в принципе. Да, то есть есть там известные дебаты Докинса, там, и Мехди Хасана, или там, значит, Хитчинса и Маграта, или, скажем, дебаты между, там, Сэмом Харрисом и, там, Крейгом, насколько я помню, да, Уильямом Крейгом и так далее. То есть, ну, огромное количество дебатов. Но то, что такие дебаты проводятся, не значит, что эти дебаты содержательны. Это не значит, что эти дебаты совершенно очевидно не устарели. Да, поэтому вот здесь мы имеем дело уже с первой подтасовкой. То есть мы вводим как совершенно очевидное, не нуждающееся в доказательствах, то, что в доказательствах как раз-таки нуждается. Вот здесь у меня был первый звоночек, да, что это вообще за такая статья, где вот это используется в качестве методологии. Да, то есть и нам вот здесь это называют логическим законом. И дальше. Ну, то есть вот к чему мы здесь приводим, приходим, да, в итоге, к тому, что основной вопрос философии является частным вариантом основного вопроса всего, фундаментального вопроса о бытии личного Бога как начале и цели всего существующего. То есть в чем пафос здесь и подход Гусева? В том, что есть основной вопрос философии. Он не устарел, потому что не устарела дискуссия между атеистами и верующими. И основной вопрос философии – это вопрос, ответ на который либо Бог есть, либо Бога нет. И вот здесь мы уже подходим к паре Паскаля. То есть мы свели этот вопрос к ответу на вопрос о существовании личного Бога. Итак, значит, вот у нас есть два противостоящих друг другу мировоззрения, которые определяют образ мысли, чувства, поступков каждого из нас. Ла-ла-ла-ла-ла. Да, то есть две разные системы жизненной навигации любого человека. Да, и дальше он говорит, он как раз-таки, он антиредукционист, как мы дальше выясним. То есть он против того, чтобы сводить все к чему-то одному. Но дальше он прекрасно вообще, ну, не стесняется, совершенно сводит все ровно к чему-то одному, да, к тому, что есть только этот выбор между одним полюсом и другим полюсом. А всякие срединные варианты типа агностицизма, релятивизма, скептицизма, позитивизма, да, на самом деле это все иллюзия, и мы не можем, значит, отказаться от ответа на этот вопрос. Есть Бог или нет, да. Мы выбираем либо первичность сознания, либо первичность материи. Ну, и вот что, значит, здесь дальше идет? Он рассказывает про два вот этих полюса. То есть мировоззренческие спутники материализма и идеализма. Он говорит о том, что мировоззренческие спутники материализма – это атеизм, эволюционизм, синергетизм, сцентизм, детерминизм и редукционизм. А также антропоцентрический волюнтаризм, революционный героизм, позитивизм, то есть много разных измов. Что здесь меня смущает? Здесь я, в принципе, более-менее совсем согласен, но единственное, что, во-первых, эволюционизм не является как бы исключительным спутником материализма, потому что эволюционистом может быть и теист вообще запросто. И там Кирилл Копейкин, да, вы есть в православной церкви, кандидат биологических наук, который является эволюционистом, и при этом верующим и преподавателем Духовной Академии. То есть здесь как бы это не абсолютная история, но в общем и целом здесь я согласен. Но единственное, что сцентизм очень часто используется как ругательство вот людьми из такого вот, скорее, теистического лагеря. И вот сейчас я хочу вам зачитать цитату из лекции, из лекции Гусева, которая посвящена этому же вопросу, в которой есть что-то, чего нет здесь. Потому что когда человек пишет, он может продумать несколько раз, а когда человек, значит, читает лекцию, он может проговориться. И вот здесь он проговорился, что с точки зрения сцентизма жизнь человека сводится к хлебу и зрелищам. Солнце пришло, вообще счастье какое. Вышло солнце и залило на мое лицо, поэтому придется вот так вот теперь работать. С точки зрения сцентизма жизнь человека сводится к хлебу и зрелищам. Пишет нам... Не пишет, а говорит Гусев в лекции. Естественно, это бред. Потому что с точки зрения сцентизма нет такого суждения о том, что жизнь человека сводится к хлебу и зрелищам. И более того, и мораль, возможно, при картине мира в центре которой стоит наука. И, опять же, это бездоказательное утверждение. Ну и, например, дальше он будет в лекции еще говорить всякие странные вещи, абсолютно с менторским тоном. Вот что меня здесь больше всего смущает, это менторский тон статьи и лекции. Сцентизм предполагает, что в жизни человека нет никакого смысла, кроме хлеба и зрелищ. Где доказательства? Потому что человек, который не верит в Бога, который считает, что наука способна ответить на все вопросы, у него что, не может быть смысла в жизни? Вы серьезно? Не может быть смысла в том, чтобы, например, путем научных достижений улучшить жизнь людей, продлить жизнь людей. Это не может быть смыслом жизни? Это высшая степень гуманизма в науке. И, насколько я помню, Дмитрий Гусев все-таки носит очки. То есть, если бы у каких-то ученых прошлого, даже не сцентистов, любых ученых прошлого, не было какого-то смысла жизни за пределами теистического, религиозного, теологического, то он бы не смог носить очки. Ездить в метро или где он ездит? На Шевроле или на каком-то своем автомобиле? Ну, то есть, дальше детерминизм. Ну, детерминизм, собственно говоря, возможен и в религиозной картине мира, безусловно. Здесь вспомним, там, исламские концепции, в частности, да, и в первую очередь, которые отрицают свободу воли как таковую. Ну, и вспомним Лютера, который говорил о том, что, опираясь на позднего Августина, говорил, что свобода воли — это иллюзия, свобода воли невозможна. Да, поэтому тут это немножко связано, да, ну, вот здесь естественный фатаризм, а там фатаризм, скорее, религиозный, да, что спасение возможно только путем божественного, соответственно, божественного влияния и божественного благословения, божественной благодати. Ну, и противостоящий лагерь, он описывает, да, идеализм, теизм, креационизм. Причем, обращаю ваше внимание, друзья, что креационизм очень часто используется как противоположность эволюционизму. То есть, креационисты — это очень часто, да, самоназвание тех, кто говорят, что, там, Земле шесть тысяч лет, мир создан Богом без каких-либо эволюционных изменений, то есть, все виды биологические созданы Богом сразу, одновременно. Это очень часто вот такое понимание креационизма. Но здесь речь идет про то, что представляют собой результат божественного творения без уточнения, да, что креационизм может быть эволюционным вообще-то. Да, и очень часто, ну, те верующие, которые не хотят быть обскурантистами уж совсем, да, и хотят соединить как-то свое мировоззрение с современной научной картиной мира, они говорят, что креационизм, он может быть связан, да, и увязан, я бы так сказал, да, с эволюционной, то есть, единственной, как бы, правильной, да, с точки зрения науки картины мира. Потому что эволюция — это доказанный факт, и нет, как бы, оснований в этом сомневаться. Далее — это леологизм, антисцентизм. Да, ну, он там в лекции отдельно поясняет, что антисцентизм не означает негативного отношения к науке, это просто означает, что человек, антисцентист, считает, что наука — это не ведущая, не главная форма духовной культуры, а всего лишь одна из. Да, и, в частности, не отвечает на смысл жизненной вопроса, и наука не может быть мировоззрением, да, а научное мировоззрение — это внутреннее противоречивое понятие. Опять же, с этим я готов тоже поспорить, потому что наука уже предпринимает направление, шаги в том направлении, чтобы, как минимум, приблизиться к тому, чтобы помогать человеку находить какие-то смысловутверждающие вопросы. И религия не может здесь забирать это, да, узурпировать это, как религия не может узурпировать и мораль. Вот, ну и я работаю над роликом относительно моральной стороны вопроса, да, и в своем ролике я буду утверждать, что даже с точки зрения истории религии и знаний вообще современного религиоведения можно показать вполне убедительно, что религия и мораль соотносятся не так, как принято вот здесь говорить, что, значит, что религия является единственным легитимным источником морали. Это, конечно же, не так, это можно показать даже просто глядя на историю религии. Ну и вот, наконец-то заканчивается, заканчивается изложение двух позиций, и дальше автор окончательно, можно сказать, показывает свою позицию. Он дальше говорит нам о том, что ближе и понятнее не значит правильнее. После рассмотрения двух основных нервозненческих ориентаций и, соответственно, двух систем жизненной навигации человека зададимся вопросом, какая из двух этих позиций, скорее всего, в большинстве случаев покажется современному человеку более правильный, понятный, простой, привычный, знакомый, материалистическое или идеалистическое. Здесь нам рассказывают, что для современного, подчеркнем, среднестатистического человека, скорее всего, более правильной покажется материалистическая точка зрения. Ну то есть, поскольку у нас нет религиозного образования, то возникает такой вакуум, закон божий в школах не преподают, видимо, тут надо добавить, к сожалению. И поэтому у человека стихийно, сама собой развивается материалистическая точка зрения. Почему это так? Ну вот он пишет, что чувственная реальность входит в нашу жизнь в соответствии со словами знаменитого поэта, сама собой. То есть, мы находимся в материальном мире, материальный мир для нас близок и привычен, и идеальный мир входит в нашу жизнь иначе, намного более тонким и незаметным образом. И, кроме того, все мы учились в школе, и в школе нам не рассказывали основной вопрос философии, про первичность и все остальное, нам рассказывали про химию, биологию, вот какой кошмар, да, нам рассказывали про окружающий мир, про то, что окружающий нас мир и человек — это результат длительной эволюции, а у меня вопрос, а вы с этим не согласны? Дмитрий Алексеевич, вы что, с этим не согласны? То есть, что нам это рассказывали? Ну, нам это рассказывали, да, потому что это соответствует фактам, это соответствует научной картине мира. Все это результат высшей нервной деятельности и так далее. То есть это все абсолютная правда. Нам про это рассказывали. А почему нам должны были рассказывать что-то иное? У нас светский характер образования. Нам рассказывали то, что подтверждается и то, что может быть верифицировано. А то, что не верифицировано, про идеальный мир, нам не рассказывали. Это прерогатива родителей. Родители имеют полное право на основании закона ребенка дать в воскресную школу, чтобы он получал полную картину мира, в том числе и идеалистическую. То есть вот он пишет, что позиция автора прояснилась. Вот здесь вот уже. Автор говорит, что материалистическая картина мира нам естественным образом ближе. А дальше идет мой любимый пассаж, один из любимых из этой статьи. Одна из задач философии, как самостоятельной специфической формы культуры, состоит в отключении привычки, в попытке посмотреть на все свежим, чистым, по возможности непредвзятым или хотя бы минимально предвзятым взглядом. Для того, чтобы хотя бы отчасти выйти из плена очевидностей и разумеющихся вещей, то есть стереотипов и заблуждений, хотя бы немного приблизиться к истине. То есть вот это мне очень нравится. То есть здесь он как бы нам тонко намекает, что да, материалистическая картина нам ближе, но мы же занимаемся философией, да, мы же умные люди. Поэтому нам, может быть, рассмотреть какую-то другую позицию и, возможно, она окажется более истинной, более верной и так далее. То есть выйти из плена очевидностей, то есть очевидности, под которыми он подразумевает, очевидно, науку, да. У меня вопрос, а он так хорошо владеет физикой, химией, биологией, что это для него все очевидности? И нужно выйти из плена очевидностей, да, и поговорить про бытие Божие, да, ну вот, то есть здесь уже, в общем-то, проявляется его позиция, не явно пока что, да, но косвенно очень понятно. Итак, привычная, понятная, знакомая, близкая, само собой разумеющаяся, может оказаться совсем не таким, обернуться иллюзией, все может быть совсем наоборот. Для иллюстрации обратимся к очень простой аналогии. Вот это его любимый методологический прием. Аналогия. Если вы послушаете лекцию Гусева, если вы почитаете статью Гусева, вы поймете, что аналогия постоянно фигурирует в его методологическом арсенале. И на мой взгляд, ну вот, посмотрите, что ближе к нам, Луна или Африка? Конечно же, Луна, ведь ее отсюда видно, Африку не видно. И дальше он сам оправдывается, уж несмотря на всю комичность примера, но это детский сад, это просто детский сад. То есть вот у меня ощущение, что я учусь в детском саду или там в первом классе школы, и мне пытаются объяснить что-то очень вот простое, при помощи очень простой аналогии. Но вы понимаете, это не те вопросы, которые стоит объяснять при помощи вот настолько детских аналогий. Этот пример говорит нам о том, что ближе не обязательно то, что видно. Реально существующее не обязательно то, что непосредственно окружает нас на каждом шагу, с чем мы постоянно соприкасаемся. Возможно, дело обстоит совсем иначе, кажущееся очень близким может оказаться очень далеким, представляющееся реальным может быть совсем нереальным. То, что мы называем первичным и первоначальным, может оказаться вторичным и производным. Далее истина может быть совсем не там, где мы стремимся ее найти и так далее. То есть вот, при том, что обратите, пожалуйста, внимание, что истина – это сложный концепт, но тем не менее истина должна подтверждаться фактами, она должна верифицироваться, так или иначе, привычным опытом и объективным мнением. То есть, понимаете, дальше то, про что он нам будет рассказывать, не может быть верифицировано никак, вопреки его мнению. А научное знание, которое вот, это плен очевидности для него, то есть он принижает науку здесь, хотя он как бы пытается нам рассказать, что он не анти, то есть он антисцинтист, но он не напротив науки как таковой. Но вот здесь вот это что такое? Это плен очевидности, то есть наука – это вот плен очевидности. При том, что наука интенсивно развивается, и наука делает очень большое количество открытий каждый год, и в том числе там и в Архе, где вот он выступал, да, можете посмотреть итоги 2020 года в разных областях науки, очень узких областях науки, да. Какие открытия совершила философия за последний год? Никаких открытий, потому что философия – другая форма духовной культуры, как он сам об этом говорит. Но истина, я считаю, да, поэтому можно меня считать даже сцинтистом, истина – это категория сугубо научная, потому что только в рамках науки, находясь, можно претендовать на то, чтобы открыть истину и проверить истинность того или иного суждения. Находясь в рамках философии, мы видим огромное количество точек зрения, и какая может быть истина в философии, в принципе, вот как таковая. Если кто-то знает что-то, чего я не знаю насчет истинной философии, то напишите, пожалуйста, в комментарии, мне будет интересно почитать. Ну, то есть про Луну и Африку мы поняли, то есть у меня ощущение, что вот я в детском саду. Значит, дальше. Что нам дальше он говорит? Все может быть совершенно иначе, материальный мир не является единственным существующим, он творение Бога, небесный родитель и покровитель, с больших букв уже, кстати, тоже понятно, да, ну и сайт богослов.ру намекает, действительно существует, душа, не функция тела является бессмертной, наша телесная конечность, но тогда жить на земле надо совершенно иначе, нежели в первом случае. Так какая же точка зрения является правильной? Как все обстоит на самом деле, независимо от нас и наших желаний и предпочтений? Вот на этот вопрос и невозможно ответить таким образом, чтобы ответ оказался окончательным, исчерпывающим и особенно общепризнанным. То есть вот, да, вот здесь и изложена агностическая позиция, что на этот вопрос невозможно ответить единственно верным образом, при том, что на научные вопросы, как мы уже знаем, можно ответить единственно верным образом. То есть существует абсолютная истина, которая не всегда достижима, да, и особенно при там текущем уровне техники и развития науки, да, но тем не менее она достижима в перспективе. И мы видим примеры того, как наука даже на практическом уровне улучшает жизнь людей. Ну, дальше идет четвертый параграф, о чем, значит, говорят нам факты, с чем согласятся все. Здесь он разделяет факты на голые и не голые, говорит об интерпретации факта, опять же, используя детские аналогии по типу того, что разведчик, если наш, а шпион подлый, если вражеский шпион и так далее. То есть сами факты являются голыми, их возможно интерпретировать различным образом, и, возвращаясь к вопросу о том, какая мировоззрительная позиция является верной по отношению к фактам, спросим человека, атеистически настроенного, в чем, в то мировоззрении все ли подтверждается фактами. Тот ответит «да», и теистически настроенного человека, то есть верующего, если спросить, то он тоже ответит, что все в его мировоззрении подтверждается фактами. То есть, вот опять же, он закрепляет агностическую позицию, что факты говорят верующему об одном, а атеисту о другом, и обе группы являются подтвержденными фактами по мнению представителей этих групп. Обращаю опять же на это ваше внимание, что наука не оперирует мнениями, наука оперирует фактами, доводами, доказательствами. Наука, самое ценное, что есть в науке, это метод, это методология. Наука свеча во тьме не потому, что это вот самоценность какая-то религиозная, а потому что там есть метод, который позволяет решать определенные вопросы, определенные задачи. В рамках социальных наук, политологии, социологии, эти методы другие, и в частности в социологии возможны разные методики подсчета, и отсюда возникают разные точки зрения из того, насколько расходятся методологии. Например, я читал сейчас исследование Центра Гэллопа по поводу того, сколько верующих, сколько атеистов в Америке. Так вот, значит, по опросу, если прямо в лоб задать американцу вопрос, ну, он проводился там в 2018 году, веруешь ли ты в Бога, ответ будет 87% да. А если дать вопрос с вариантами выбора, то будет уже ответ там 68%, а если дать возможность ответить самостоятельно, то ответ будет там в районе 50%. То есть понимаете, да, насколько Центр Гэллопа может предоставить нам разные варианты. И отсюда, опять же, как правильно абсолютно отмечает Дмитрий Алексеевич, возможны разные интерпретации. То есть вот я зашел на какой-то ресурс, значит, по-моему, там товарищ вообще кришнаит какой-то, и вот он пишет, вера в Бога остается очень, значит, важной, потому что 90% американцев верят в Бога. То есть вот он интерпретировал этот факт так, со своей позиции. Поэтому социальные науки дают простор для манипуляций, потасовок, для разных интерпретаций и все остальное. Но я-то говорю про принципиальные отличия между наукой и философией, наукой и религией, научным и религиозным мировоззрением. Безусловно, они могут совмещаться и сочетаться между собой. Но здесь нам предлагается какой-то однозначный выбор в виде Пари Паскаля. Ну, дальше вот здесь идет пятая глава. Ну, в принципе, то есть я говорю, статья, ее можно читать, она толковая, и меня смущает здесь огромное количество спорных, с моей точки зрения, положений. Ну, то есть вот не знать, а верить, то есть вот он говорит нам про знание и про веру. В принципе, с большинством здесь утверждений я согласен, опять же, ну, потому что это просто на очень базовом уровне такая философия, да, и базовая логика. То есть вера базируется не на догадательстве, а на нашем желании, чтобы все было устроено так или иначе. Однако желание желанием рознь, одни из наших желаний полезны, другие, несомненно, вредны. Какое же желание из двух рассматриваемых нами выше, многократно упоминаемых, лучше и, соответственно, что предпочтительнее для нас, верить в существование разумной идеально-внечеловеческой реальности или верить в несуществование и производность от материальной реальности. То есть видите, да, как мы спускаемся сверху вниз, да, то есть мы начали с основного вопроса философии. Мы сказали, что есть два полюса, и мы выбираем либо один, либо второй полюс. А поскольку, значит, верить не значит знать, да, то мы можем выбрать что угодно, и мы смещаемся к вопросу, а во что лучше верить с рациональной точки зрения. Обратите внимание на фундаментальную подтасовку. Нам говорят, что сцентизм, эволюционизм, допустим, да, редукционизм – это то, что нельзя подтвердить, то, что нельзя доказать. А вот там тереологизм, антисцентизм, антиредукционизм, теизм, да, то есть существование Бога – это то, что тоже в равной степени нельзя подтвердить или опровергнуть. Это неверное утверждение, потому что редукционизм, каким бы ругательным термином это ни казалось, да, это абсолютно конкретная научная гипотеза, которая может быть проверена. Да, и книжка Роберта Сопольски «Биология добра и зла», смотрите мой обзор на нее, книжка Стивена Пинкера, они оба являются в той или иной степени редукционистами, да, и современная наука, она вся основана на редукционизме, в том числе и когнитивной религиоведении, ну, и религиоведение, в принципе, может быть основана на редукционизме. Просто на непримитивном редукционизме, да, неупрощенном редукционизме, не карикатуренный редукционизм, а на более корректном с научной точки зрения редукционизме. То есть когда мы все сводим не к одному фактору, а к нескольким возможным факторам, к их сложному сочетанию, читайте книжку Стивена Пинкера «Чистый лист», «The Blank Slate», и вы там увидите, что, да, природа человека сводится к какому-то набору факторов. Да, этот набор можно считать, да, там есть и социальные элементы, и средовые элементы, и генетические элементы, и нейрофизиологические элементы и так далее, да, вот с точки зрения вот этой дихотомии, да, разделения на два лагеря, значит, материализм и идеализм, редукционизм нельзя доказать, точно так же, как нельзя доказать и антиредукционизм, в то время как современная наука уже подбирается к этому. То есть вот это знание, философское и научное знание демонстрируется, да, там, в 50-летней давности. Тогда это, может, и было актуально. Но сейчас, с нынешними темпами развития естественных наук и наук о человеке в частности, говорить так, это просто смех, на мой взгляд, опять же. Вопрос, во что верить, лучше, на первый взгляд, кажется по меньшей мере странным. Ну, кажется, но не странный же, да. На него хочется ответить, что ничто не лучше и не хуже. Пусть каждый сам думает, решает и выбирает, как хочет. Однако, как неудивительно это прозвучит, на данный вопрос есть достаточно разумительный, очень логичный, обоснованный ответ. Этим ответом является знаменитая пари Б. Паскалит. И вот здесь уже начинается, собственно говоря, то, ради чего эта статья была написана. То есть, еще раз, да, просоединим за логикой автора. Есть два мировоззренческих полюса. Ни один из этих мировоззренческих полюса не может быть подтвержден, ну, достаточно внятным доказательством, да, то есть убедительно, так, чтобы с этим все согласились, чтобы это все признали. Только что я показал, почему, на мой взгляд, это подход просто, вот это редукционизм, вот это упрощение, вот это примитивизация всего на свете. Нельзя так делать, да, потому что, как я уже показал, ну, например, эволюционизм и креационизм могут сочетаться в одном человеке, да, и в одной мировоззренческой системе. И научное, вот как он говорит, что научное мировоззрение — это оксюмороны, что это внутренне противоречиво, это не так. Наука может являться основой для мировоззрения. Опять же, современная наука, да, и есть огромное количество трудов, которые это подтверждают. Авторы этих трудов могут, там, показаться жуткими биологизаторами, но это такая позиция есть, вот о чем я говорю, я там не утверждаю, что она истинна в последней инстанции. Я говорю, что то, что здесь вот представлено в этой статье, вот это и есть упрощение. Ну, и дальше идет стандартная песня про то, что Брюс Паскаль — известный ученый, значит, и вот он противостоит якобы, там, Фрэнсису Бэкону, что знание — сила, а сцинтизм, да, а у Паскаля — антисцинтизм. Боюсь я математиков, чего доброго они меня примут за какую-нибудь теорему. И дальше идет опять детский сад, вот на мой взгляд, да. Кто мог бы так сказать, наверное, какой-нибудь гуманитарий, у которого не сложились отношения с наукой наук, или даже лентяй, который вообще не хочет ничему учиться. Ну, нет, это сказал, то есть вот кому вот это обращено? Это как будто в книжке Жизел для младшей школы. Ну, нет, это сказал выдающийся математик, автор многих работ, посвященных теории чиси и алгебре, теории вероятности, один из основателей математического анализа. Ну, понятно, да, то есть дальше перечислены научные регалии Паскаля. Не правда ли странно? Очень странно и удивительно. Да ничего странного, абсолютно ничего странного. Религиозное мировоззрение может сочетаться с научным родом деятельности. Почему нет? Там, где Паскаль занимался наукой, он занимался наукой. Там, где он писал свои замечательные мысли, я очень высоко котирую эту книжку, я ее люблю, и Паскаля я очень ценю, и как писатель, и как религиозного мыслителя я перечитываю периодически, да, и ролик про это снял. Паскаль там выступал как религиозный философ, а не как ученый. Где противоречие-то какое-то? В чем же здесь дело? Паскаль является не только выдающимся ученым, который прошел науку насквозь, но и знаменитым философом, который понял, что наука не может дать. Опять же, научные регалии Паскаля не делают истинными его философские изыскания. Абсолютно нет. Одно из незаконченных сочинений Б. Паскалья, известно под названием «Мысли», оно было задумано как апология христианства, это все мы знаем, это все можете читать, читать, хотел сказать, да, смотреть в моем видеоролике о паре Паскаля. В этом же сочинении представлено доказательство разумности религиозной веры, строящейся на основе теории игр, которая является разделом прикладной математики и тесно связанной с теорией вероятности. Итак, не подтвердить неопровергенное существование Бога, бессмертной души и вечной жизни невозможно. Тем не менее, этот сверхъестественный мир сам по себе, независимо от нас и наших желаний, или существует, или не существует. Ну, это просто да, вот это, вот это с этим я согласен, это соответствует законам логики, потому что либо А, либо не А, истинное что-то одно, Бог либо существует, либо не существует. Но какое это имеет отношение к основному вопросу философии и к двум мировоззренческим полюсам, я уже сказал свою точку зрения на это. Однако, мы можем или верить, или не верить в его существование. Получается, четыре варианта, которые представлены далее в виде небольшой таблицы. Вот она, таблица замечательная. Дальше расписываются все эти варианты, именно возможность, а не гарантия, да, то есть в чем суть паре Паскаля. В том, что мы верим в существование сверхъестественного мира, тогда мы получаем возможность бесконечного выигрыша. Либо не верим, и тогда мы не получаем возможности бесконечного выигрыша, но получаем возможность бесконечного проигрыша. То есть мы так, мы гарантированно ничего не выиграем, а здесь мы можем проиграть бесконечность. Опять же, почему этот аргумент логически несостоятельен? Потому что сверхъестественный мир, он очень широкий. По разным подсчетам существует как минимум сотни, а то и десятки тысяч различных религиозных направлений. И выбирая одно, как правило, да, если это не синта, где оно инклюзивное, да, само по себе, вы выбираете одно, вы отказываетесь от всех остальных. То есть поймите, пожалуйста, вот это. И вот как можно этого не понимать, как можно на голубом глазу рассказывать вот это вот, что это рациональное основание для веры в Бога. В какого Бога-то? В какого Бога? В Иисуса Христа? В Аллаха, да, и в Мухаммада, как пророка его, да, на земле? Или в индуистских богов? Или вы верите в восьмеричный путь в буддизм, где буддизм часто называют вообще атеистической религией? Если вы являетесь буддистом, вы делаете мировоззренческий выбор или нет? Вы верите в существование духовного мира? Да, безусловно, но вы не верите в Бога как такового. И с точки зрения христианства вы являетесь атеистом, будучи буддистом, да? То есть вот о чем я говорю, и это настолько просто, что вот это вот рассказывать, вот здесь просто у меня лопнула голова. То есть как так можно? И он приводит аргументы против Пари Паскаля, самый неубедительный аргумент он приводит против Пари Паскаля. И потом он рассказывает, что те, кто спорят с Пари Паскаля, спорят с карикатурой на христианство. Ну вы сами-то вот понимаете, что вы написали. Первый вариант, если естественный мир, значит, существует, человек верит в это, соответственно, старается жить на белом свете в соответствии с тем, что такой мир есть. Возможность, именно возможность, а не гарантия и бесконечного выигрыша. То есть, уважаемые друзья, да, вот обратите на это, пожалуйста, ваше пристальное внимание. Старается жить на белом свете. Старается жить на белом свете. То есть человек не просто верит в то, что нечто является истиной. Человек еще и живет в соответствии с этим. То есть всю свою жизнь ставит во служение этой идее. Я уважаю этот выбор, я считаю, что это очень возвышенная идея, и я уважаю монахов, я уважаю вообще... Я, в принципе, позитивно отношусь к религии как к социальному институту. Но вы не можете не понимать логическую противоречивость этого. То есть если мы выбираем один путь, да, например, жить в соответствии с христианским вероучением, да, тогда мы должны соблюдать... Это не просто жизнь моральная, да, потому что моральную жизнь... Вот я, например, да, не верю в никаких богов. Я стараюсь вести моральную жизнь, потому что я считаю, что это правильно. Да, я не оскорбляю людей, я не бухаю, как скот, да, я там не употребляю наркотики, я там не совершаю преступления. Я веду себя хорошо, как я это вижу. Для этого не обязательно быть христианином, естественно, да. Но если вы становитесь христианином, вы принимаете всю систему вероучения христианского, тогда вы должны жить определенным образом. Вы всю свою жизнь должны положить на это. Как говорил отец Андрей Кураев, вы должны поставить свою жизнь во служение христианству. Вы должны не жить так, как будто ваша вера – это только какая-то малая часть вашей жизни. Вы должны жить так, как будто ваша вера – это центр вашей жизни. И вот в чем здесь суть. И тогда этот аргумент воспринимается уже совсем иначе. То есть, во-первых, если вы живете в соответствии с одной религиозной традицией, с ее требованиями, то тогда вы не можете жить в соответствии с требованиями других религиозных традиций у вас. Просто на это не хватит времени. То есть вы не можете жить одновременно по всем, там, нескольким тысячам религиозных традиций, которые существовали, существуют. И, если исходить из логики Гусева, каждый из них может оказаться истинной. Ну, каждая может оказаться истинной. Почему нет-то? Если мы не знаем доподлинно реальность или нереальность этого существования, почему не может истинным оказаться, ну, скажем, буддизм? Почему нет? Индуизм почему не может оказаться истинным? Синтаизм почему не может оказаться истинным? То есть вот, да, вы понимаете, насколько это логически импотентный, извините за выражение, аргумент, да, что да, мы живем моральной жизнью, безусловно, да, выбирая религию. В большинстве случаев, да, хотя и не во всех случаях, да, потому что, простите меня, семья там Чарльза Мэнсона, да, или, значит, вылетел у меня из головы, как называется этот товарищ-то, который Джим Джонс, вот, вылетел тоже у меня из головы, я потом вставлю это вот сюда вот куда-нибудь впихну, да, Джима Джонса, когда там люди яд принимали, это тоже религия. А что, нет, что ли? Не религия? А, простите меня, пожалуйста, а жертвоприношения человеческие, которые практиковались в мировых религиях, это как? Вот как с этим быть? То есть, если человек выбирает жить по религиозному мировоззрению, по религиозным заветам, он же выбирает конкретную религию, вы понимаете, о чем я? Возможность обретения, значит, благого бессмертия, вечной жизни, рая, царствия Божьего, сравним это с третьим вариантом, узнает, что был неправ. Да, ну, здесь дальше он вполне корректно расписывает все эти варианты. То есть, если сверхъестественный мир существует, но человек не верит и не старается жить на белом свете, да, то тогда он погружается во мрак вечной смерти, да. Опять же, это бездоказательное утверждение, потому что, возможно, что истинно та религия, когда человек, который честно не верит в Бога, становится на коне, да, и Бог картирует именно его. То есть, обратите внимание, вот она подтасовка, вот аналогическая ошибка. Он говорит про христианство, и тогда это безукоризненный аргумент. Нет, это было бы корректно, если бы была одна религия, возможно, христианство, где Бог есть любовь, и Бог хочет, чтобы человек спасся, и Бог тогда ценит желание в человеке спастись, и он, как бы, не имеет ничего против того, чтобы человек верил просто так, вот, как бы, ну, чтобы спастись, да, потому что это не эгоизм, а это желание Бога спастись, чтобы человек спасся, да. Если бы христианство было единственной религией в мире, Бога ради, но если мы приедем в Индию и скажем, что вы что, псы, значит, у нас единственная верная религия – это христианство, они просто, ну, покрутят пальцем у виска, потому что там зороастризм, да, в Иране тоже не будем забывать. Потому что религии Индии существовали тогда, когда про христианство еще, ну, как бы, даже не было в планах, а древнеегипетская религия, да, что она, что с ней не так, да. Ну, то есть, вот он расписывает здесь все эти варианты, пишет, что выигрыш и проигрыш употребляется не в прямом и в повседневном, а в смысле широком метафизическом. Получается, что если я верю в бытие Бога, бессмертной души вечной жизни, а на самом деле сверхъестественного мира не существует, я ничего не теряю. Это неправда. Это неправда. Если я верю и живу в соответствии со своей верой, то есть в самом радикальном смысле я там ухожу в монастырь, а в каком-то смысле я отказываюсь там от чего-то, что там меня могло бы заинтересовать, например. Тот же Паскаль, он отказался от научных изысканий своих, во многом потому, что он в результате своего религиозного просветления уверовал в то, что наука, да, и янцинизм про это говорит, посмотрите, опять же, отсылаю к своему ролику. Паскаль отказался от своих научных изысканий. Сколько мы потеряли лет и столетия развития науки, по сравнению с тем, что этот великий ум создал бы еще что-то, вместо того, чтобы писать, например, свои прекрасные богословские произведения. Поэтому это неверное утверждение. Однако, несмотря на эти аргументы, нередко человек говорит именно о выигрыше в четвертом смысле, да, и, соответственно, о проигрыше во втором. Что здесь за выигрыш и проигрыш? Под выигрышем и проигрышем я здесь, здесь подразумевается возможность или невозможность жить как попало и как получится. Вот, опять же, да, на то, про что он сам говорил. Про то, что, про то, что, значит, идеологически окрашены термины. Как попало? Вот вам нравится, да, такая, ну, такая наука или такое богословие? Как попало? То есть, когда человек слышит, как попало, он сразу себе представляет беспорядочные половые связи в борделях, да, или просто, ну, круглосуточное долбление тяжелых наркотиков. Хотя, вот, жизнь в соответствии со своими интересами, например, может противоречить отдельным религиозным установлениям. Да, то есть занятия философией, да, там, допустим, или еще чем-то. Например, Паскаля здесь показатели, но он отказался от занятий наукой, потому что уверовал в то, что это греховное занятие, да, это разновидность такого вот страсти, да, страсть к знанию. А страсть, как известно, это то, с чем христианин должен бороться. Итак, значит, выигрыш жить как попало является ничтожно малым. Во-вторых, с этим согласится и светский, и атеистически настроенный человек сильнее всех на свете тот, кто владеет самим собой. А самая большая на свете победа победа над собой. То есть воздержание полезно, а не воздержание вредно с точки зрения как религиозного, так и атеистического мировоззрения. Опять подтасовка. На этот раз совсем уж дешевая, уж извините. Потому что воздержание полезно, а не воздержание вредно. Нам сейчас рассказывают, что когда человек живет не в соответствии с религиозными убеждениями, он живет как попало. Это только вот в этом здесь суть явления. В том, что человек наркотики принимает и невоздержанно живет. Жизнь, которая стремится следовать религиозным ценностям и нормам. Опять же, каким религиозным ценностям и нормам? Вы не хотите разъяснить, каким именно характеризуется, помимо прочего, самоограничением, воздержанием? Он не проигрывает, а именно выигрывает. Опять же, это чистая подтасовка, потому что религиозные нормы очень разные в разных культурах, в разных странах мира. И для каждой страны получается, что свое пари по скале нужно тогда составлять. Тот же, кто старается ни в чем себе не отказывать, то есть бухать, наверное, с утра до вечера, потому что живем один раз, как раз проигрывает, а не выигрывает. Причем, если смотреть на это даже сугубо светских нерелигиозных позиций, это бредятина. Это просто, это полнейшая ахинея. И у меня вопрос. Тот пример, который любит очень Сэм Харрис приводить. Вот что касается вот этого религиозного человека, жизнь, которая стремится следовать религиозным ценностям и нормам. У меня к вам вопрос, если смотрит автор статьи. А вот вы знаете, да, в Талибане тоже есть религиозные ценности и нормы. Вот в Талибане период рассвета, там, начало нулевых годов. А в запрещенной в России ИГИЛ, там что, нет религиозных ценностей и норм? А вам они нравятся? Те ценности и нормы, которые там используются? Вы скажете, что они неправильны. Да, они неправильны. Но вы знаете, что они неправильны? У вас есть какой-то инструмент для того, чтобы установить, что они неправильны? Вот с богословской точки зрения. Или все-таки проблема в том, что в разных культурах, да, в том числе вот в преступных таких случаях, как это запрещенное в России ИГИЛ, возможны свои религиозные элементы, да, которые являются такой же мерзкой ложью, как и все остальное, да. Но богословские у вас нет методики для того, чтобы это опровергнуть. Поэтому, пожалуйста, вот не надо подтасовывать. Характеризуется самоограничением, воздержанием, и он не проигрывает, а выигрывает. Вот что это за тезисы-то такие? То есть это, опять же, обратите внимание, что менторский тон этой статьи и менторский тон этих лекций, он не исчерпывается, да, вот началом, когда он вроде более-менее адекватно, да, излагает какую-то философскую картину мира. Здесь менторский тон продолжается, хотя пошел уже чистый, химически чистый бред по поводу того, что человек, который ведет религиозную жизнь, даже если он не религиозен, он выигрывает в любом случае, даже со светской точки зрения. В данном случае человеку светскому вполне можно задать такой вопрос. Разве не будет кому-то лучше, если он, например, не объестся, не напьется пьяным, не залезет в разврат и так далее? Разве не будет счастливым человек, который не завидует, не обижается, не осуждает? Вот что, откуда это? Вы берете это из христианства. То есть из одной из тысячи религиозных традиций, почему вы не рассматриваете все возможные религиозные ситуации во всех возможных религиозных картинах мира? Также и наоборот, невоздержание, которое есть ни в чем себе не отказывать, оборачивается проигрышем, так как ведет человека к страданиям. Разве хорошо мне, когда я объелся, нажрался, там, залез в разврат? Разве могу бы я счастливым? То есть это уже перешло в разряд проповеди из вроде как какой-то вот научной картины, которую он вот то же самое и рассказывал и в лекции. Только, понимаете, вот когда читает лекцию доктора философских наук, приходит какой-нибудь студент с неокрепшей головой, развесив уши, вот он это слушает, потому что это же от профессора исходит знание это. Вот это вот, да, про истинность Пари Паскаля, про то, что все религиозные ценности, суть одно там и так далее. И человек критически это не воспринимает, поэтому тогда вот если вот это вот рассказывает, тогда надо писать богослов, а не доктор философских наук, потому что это не то, что даже не наука, это вообще некорректно вообще ни с каких точек зрения в принципе. Именно поэтому у меня это вызвало такую как бы, ну, реакцию, что я решил даже про это записать ролик. Пари Паскаля указывает на то, что перед нами две игры, две жизни, где можно сделать две ставки или на существование сверхъестественного мира, или на его несуществование. В первом случае можно выиграть, но нельзя проиграть, во втором можно проиграть, но нельзя выиграть. Б. Паскаль, как бы говорит нам, вы можете сделать любой из этих двух ставок, делайте ваши ставки. Зададим себе вопрос, на что надо ставить, и дальше уже автор окончательно расчехляется. Неочевиден ли ответ, что надо выбирать первое, а не второе, то есть полагать истинному утверждению о существовании сверхъестественного мира, а жить на белом свете, несмотря ни на что, надо исходя из того, что есть Бог, бессмертная душа и вечная жизнь. Ну, просто вот, совершенно, вот, просто кайф. Просто мне нравится. Если же некто спросит, разве обязательно делать какую-то ставку, можно ответить, конечно же, обязательно. Я в своем ролике тоже рассматривал, почему это не так. Почему религиозный индифферентизм, да, то есть человек хочет жить свою жизнь, вообще об этом не задумываясь. И вообще, исходя из того, что мы живем, не знаю, там, в компьютерной стимуляции, да, то есть человек просто может игнорировать этот вопрос, в принципе, да, и он не делает этим выбора никакого. Допустим, никто не хочет этого делать, скажет, что не будет делать никакую ставку, а сдержится. К нашему удивлению окажется, что не делать ставку нельзя. Потому что ты уже в игре, ты уже пришел в эту жизнь, уже живешь на свете, ла-ла-ла-ла-ла-ла. То есть, если ты агностик, то ты делаешь ставку на второй сектор, который исходит из несуществования сверхъестественного мира. То есть, ты сгоришь в аду, ты будешь вечно страдать, у тебя есть возможность вечного проигрыша, и нет возможности вечного выигрыша, исходя из пари Паскаля. Опять же, десять раз объяснял, что это бред сивой кобылы, потому что свойства Бога не поддаются окончательному установлению. И Бог может считать и хотеть видеть рядом с собой людей, которые не делали, допустим, необдуманного какого-то решения, и решили дождаться смерти, чтобы узнать уж окончательно наверняка. Эта логика сыпется просто на мелкие-мелкие кусочки, если чуть-чуть включить голову и узнать, что в истории религии есть не одно только христианство. Является ли вера корыстной? И вот еще одно суждение о существенном возражении относительно пари Паскаля со стороны материалистического и атеистического сознания. Заключается в том, что верующий человек делает свой мироженнический выбор будто бы из соображения безопасности, выгоды расчета и т.п. Может показаться, что вера в существование Бога, бессмертной души и вечной жизни будто бы представляет собой нечто корыстное, меркантильное, эгоистичное. Атеист может сказать, что ты ведь веруешь в Бога для того, чтобы спастись, значит это корыстная меркантильная вера. Ну опять, опять вот обратимся к аналогии, а кроме аналогии-то у вас что-то есть в запасе вообще? То есть если аналогии, что дальше, Африка или Луна, обратимся к аналогии с болезнью. Ну хотя вот аналогия с болезнью, это да, это довольно распространенная система аргументации в рамках христианского богословия, вот это я могу понять. Допустим, человек заболел, да, то есть вот обратите внимание, он опять, он держится ровно своей дороги, что грех, да, и допустим смертность это болезнь, это чисто христианское убеждение. Если мы чуть-чуть сдвинемся с дорожки христианства, то тогда мы сразу поймем, что это, ну что такой подход, он присущ только христианству, ну по большей части. Да, смерть как болезнь, да, и греховность как болезнь. Ну вот, то есть желание выздороветь нельзя назвать корыстным и меркантильным, следовательно, желание спастись так нельзя назвать. Человеческая смертность является полным и бесповоротным концом с религиозной точки зрения. Во, во, смотрите, с религиозной же христианской точки зрения на смертность есть болезнь. То есть он сам понимает, что это, ну вот насколько этот аргумент казуален, то есть он частный. Причем если в материализме и атеизме речь идет только о телесной или физической смертности, то в христианстве о смерти души. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, для атеиста самое худшее, что может случиться с человеком, это телесная смерть, для христианина телесная смерть не самое плохое. Если смерть это мгновенно, это вот то, о чем говорил и отец Андрей Кураев, и вот, кстати, Гусев, он в лекции часто, на Кураево ссылался, Кураев-то тоже философ, но он по образованию, да, он закончил кафедру научного атеизма, но Кураев-то хотя бы не ссылается на свою философскую, как бы, подоплеку. Он просто говорит, богослов, да, протодиакон Андрей Кураев, да, хотя его, к сожалению, сейчас отлучили, ну не отлучили, а церкви, да, запретили в служении, что, на мой взгляд, очень грустно. Если наша общая поврежденность, которая появляется в телесной смерти и в греховной наклонности, есть не приговор и конец, тяжелая болезнь, она может быть исправлена, человеческая природа в состоянии быть восстановлено. Понятно, что человек сам не может преодолеть эту болезнь, а понятно, почему понятно-то? Господи Иисусе, ну я не могу уже просто вот дальше это продолжать. Почему мы подменяем весь комплекс теистических и вообще, в принципе, религиозных убеждений одним только христианством? Более того, православным христианством. Почему так? Кто мне объяснит это? Единый Господь Иисус Христос, значит, вседержители и так далее. Ну тут уже идет проповедь настоящая, победив смерть, дал нам шанс на восстановление, да, то есть вот все, символ веры уже пошел, ничего не имею против того, чтобы вот Дмитрий Алексеевич Гусев использовал религиозные метафоры, чтобы он хоть может лекции свои начинать с молитвы, но тогда не надо себя позиционировать как специалиста в философии. И вот это вот представлять как какое-то философское рассуждение. Это богословие в чистом виде, которое не верифицируется никак. И Пари Паскаля на сайте bogoслов.ru это вполне ок, но проблема в том, что это написано менторским тоном и что лекция говорит, в общем-то, про то же самое. Ну вот, то есть он дальше излагает эту всю аргументацию и пишет. Подобного рода рассуждения и аргументы проистекают именно из простого незнания. Ну то есть просто тупые мы, да, атеисты-материалисты, мы просто не знаем основные постулаты религиозного мировоззрения. Материалисты и атеисты, думая, что успешно полемизируют с христианскими идеями, на самом деле полемизируют не с ними, а со своими карикатурными представлениями о них, подчеркнутыми из материалистических, атеистических и сцентитических источников. То есть он заклеймил, понимаете? То есть все, шах и мат, пойманы за руку все. Опять же, я сейчас только что пояснил, почему вся эта аргументация просто в трубу может быть спущена сразу же. Итак, религиозное христианское желание спасения. Христианство ради Бога, но тогда Пари Паскаля должно быть сформулировано иначе. Это не выбор между двумя мировоззренческими позициями, идеализм и материализм. Это выбор тогда должен быть между христианством и нехристианством. Вот вы понимаете, да, в чем, в чем, в чем, как бы, прикол? Но тогда Пари Паскаля должно быть переформулировано. Понимаете? И тогда, опять же, и придет тот же самый аргумент. Он постучится, вот как, знаете, смерть с косой, вот в этом меме, где двери открываются, смерть с косой стоит. Вот то же самое должно здесь быть. Ну и заключение идет. Метафизическая асимметрия. Или асимметрия. Основной вопрос философии объявляется устаревшим. Не только не устаревает, как мы увидели, но является не просто основным вопросом, но и основным вопросом всего. Два основных ответа на этот вопрос. Ну вот тут он излагает, значит, излагает, опять же, суть своей статьи. Пари Паскаля ценно в современных постсекулярных условиях тем, что в дискуссии, значит, можно достаточно убедительно, для вторых, показать колоссальную асимметричность мировоззренческого выбора человеком. Одной из двух возможностей образа своих мыслей, чувств, поступков, надежд и ожиданий в пределе всей своей жизни. Материалистически и атеистически или скептически настроенный человек фактически не понимая, вот понимаете, опять, да, не понимая. То есть вот как мне, вот это, вот это у меня уже все. У меня уже кровь потекла из ушей. Что значит, не понимая? Вот вы искренне считаете, что ваши оппоненты это все идиоты, которые не понимают ничего? Или что? Вот что это за такой подход? Это знаете, как примерно некоторые есть блогеры, которые говорят, что айфонами пользуются только те, кто просто из-за яблочка на задней крышке. Вот это мне напоминает вот этот подход. Что вы просто, те, кто не понимают, они просто от недостатка знаний. Вот мы-то все с вами все понимаем, мы-то с вами все знаем. При том, что я уже показал вам, да, что карикатурность гусевской картины мира про то, что с точки зрения сцентризма жизнь человека сводится к хлебу и зрелищам. Нет, это не так. При этом он говорит об этом просто с менторским тоном. Вот эту вот галиматью просто. С тоном лектора. Человека, которого привыкли слушать. На которого привыкли ориентироваться, как на преподавателя, которому сдают зачеты и экзамены. Вы понимаете? То есть, вот, то есть, я считаю, что это неправильно просто. То есть, он имеет право, безусловно, на эту точку зрения, да, но она должна преподноситься с соответствующей интонацией. С интонацией, как минимум, допускающей какое-то поле для сомнения. Что, если Бога нет? Что можно ответить? На нет и суда нет. Значит, это тот самый ноль, который стоит в двух вариантах. Жить можно как попало и как хочется. Твердо зная, что тебя ожидает абсолютный точный конец. А жизнь в этом случае бессмысленна по точному определению. Поэта пустая и глупая шутка. Опять, да, приехали. Жизнь бессмысленна. Если Бога нет, то все дозволено. Если Бога нет, то жизнь бессмысленна. Это заблуждение. Это подтасовка. Это манипуляция. Совсем иначе обстоит дело с противоположным аргументом, который верующий адресует атеисту. И который не может быть непонятен последнему. А что, если Бог есть? Вот тут и начинается без преувеличения. Самое интересное, как раз здесь есть о чем поговорить. На чем следует задуматься. В данном случае не все равно, как жить на белом свете. Здесь у нас есть возможность бесконечного выигрыша или бесконечного проигрыша. Вечной жизни или вечной смерти. Опять, доказательств нет. Потому что неверие ведет к вечной смерти. Потому что представление о смертности как о болезни, которая лечится божественной благодатью, верой в Бога и так далее, это только христианское представление. Твердое восстановление полной бессмысленности всего происходящего или столь же твердого понимания высшей осмысленности всего мироздания. Неживые, живой природой, многовой истории цивилизации, особенно каждой человеческой жизни. То есть, вот и обратите внимание на список источников. Ни одного на английском языке, естественно. Ну, то есть, вот такая. Ну, тут комментарии довольно тоже есть. Интересные, грамотные на сайте bogoslov.ru К чему я это все ввел? Я, может, слишком как-то эмоционально на это все реагирую, но просто я считаю, что такие вещи должны фильтроваться человеком, который их произносит. То есть, если ты это пишешь, то, что не спорь хотя бы с карикатурой на позицию оппонента. Не надо обвинять атеистов и всяких там, да, материалистов с тем, что они спорят с карикатурой на христианство, при этом заниматься ровно тем же самым. Он не привел, как контраргумент к Пари Паскаля, довод о том, вот основной довод, который я приводил в своем ролике, и довод, который я привел сейчас. О множественности религий. И о принципиальной невозможности установить, какая из этих религий истинная. Есть богословский путь к этому. Это там лекция отца Андрея Кураева «Сравнение религии». Тоже я делал на это критику. Тоже там то сравнение, оно основано в основном на каких-то манипуляциях, подтасовках. И тут нужен прыжок веры скорее. Вот такой. Я считаю, что, опять же, при всем уважении к автору, я считаю, что эта статья научно-богословски, философски, как угодно, несостоятельна. Я считаю, что это просто вот... Я должен был это сказать. Спасибо большое за просмотр, за прослушивание всем, кто был со мной это время. Ставьте, пожалуйста, лайки, комментарии. Я всегда открыт и готов пересмотреть свою позицию. Вы можете найти мой ролик про старый, про Томаса Мана, где меня там просто повтыкали мои же зрители, написали мне там всяких критических вещей. Прошло полтора года, я переменил свою точку зрения, я написал там официальное опровержение. То есть я так делаю. Если вы с чем-то не согласны, если я где-то что-то не так сказал, пожалуйста, напишите. Я с радостью признаю свою неправоту. Но на этом я заканчиваю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. С вами был Никита Образцов. Всем пока.